В 2019 году районный центр сделал еще один важный шаг к созданию для славянцев комфортных и современных условий жизни. На расширенной сессии совета глава Славянска на Кубани Александр Берсенев рассказал о проделанной за минувший год работе, а также о планах развития города. Смотрите подробности этого события в нашем следующем репортаже. Депутаты города и района, представители силовых структур, администрации, общественники присутствовали на сессии совета славянского городского поселения, на которой были подведены итоги работы главы администрации города за 2019 год. Вниманию депутатов и приглашенных лиц Александр Берсенев представил доклад, в котором остановился на основных моментах. Главные задачи в работе команды администрации – это по-прежнему исполнение бюджета, участие в федеральных и краевых программах, создание условий для организации досуга населения, благоустройства города и его санитарное состояние. Успешное развитие города невозможно без устойчивой экономики. Предприятия основных отраслей произвели в прошлом году продукции более чем на 118 миллиардов рублей. Растет объем производства обрабатывающей, пищевой и легкой промышленности. Развиваются торговля, транспортное обслуживание и общественное питание. Все это позволяет формировать бюджет и решать важные городские вопросы. Расходы распределились следующим образом. Долгоустройство, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство – 378,9 миллиона рублей. Культура, спорт, кинематография, молодежная политика и смей – 51 миллион рублей. Содержание общественно-социального оценка – 183,1 миллиона рублей. Прочие расходы по остальным полномочиям составили 63,3 миллиона рублей. В 2019 году администрация участвовала в 12 муниципальных программах. Три из них на условиях софинансировались федеральными и краевыми программами. Благодаря активному участию в региональных и федеральных программах город продолжает строительство новой и обновление имеющейся инфраструктуры. Ремонтируются многоквартирные дома. Большое внимание уделяется городским дорогам. В 2019 году нам удалось капитально отремонтировать порядка 5,7 километров дорог. За сезон реализовали муниципальную программу по ремонту сети автомобильных дорог. Всего же на ремонтные дороги было направлено более 70 миллионов рублей. Как и в прошлые годы, муниципалитет участвовал в программе на условиях софинансирования с краевой администрацией 5,95%. Успешно реализуется программа формирования современной городской среды. Полным ходом идет благоустройство Северного парка, где построены новые спортивные площадки, обустроены пешеходные дорожки, проводятся озеленения. Чистота и порядок на первом месте. Каждые микрослужбы выходят на уборку городских улиц, парков, скверов. Ежедневно вывозится в мост с 62 контейнерных площадок. Весной и осенью мы проводим и плавницкие субботники, и санитальные марафоны. В этом направлении большую работу выполняют округа вместе с председателями ТОСа. Они собирают актив на своих участках, привлекая студентов, образовательных учреждений, школьников. Подытоживая все сказанное, Александр Берсенев поблагодарил всех, кто внес свой вклад в достигнутые городом успехи руководителей, специалистов и рядовых тружеников. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что развитие Славянска на Кубани экономическое и социальное в числе приоритетов районных властей. Мы, я считаю, очень слаженно работаем в городе Славянском на Кубани с администрацией города, с депутатами, потому что неслаженно работать просто не получается. Потому что сегодня 131 закон говорит, что он хоть и делит полномочия, но друг без друга мы ничего не сделаем. Соответственно, те объекты, которые в городе построены, они построены совместно, потому что понимаем, что это наша столица. И хочется, чтобы и тот же Северный парк, где нужно софинансировать, и тот же Юдалападный микрорайон, и другие проекты. И мы стараемся, конечно же, поддерживать. Роман Синеговский положительно оценил работу городской администрации и главы города. Председатель Совета Славянского городского поселения подчеркнул, что выбранный вектор сотрудничества позволяет успешно вести работу вместе с городской администрацией. Работа депутатов всегда строится во взаимодействии с администрацией города и избирателями. Это позволяет сообщать, рассматривая проекты решений, обсуждать особенности правоприменительной практики текущего законодательства и дискутировать по поводу назревавших в нем изменений. Депутаты городского совета прилагали свои усилия для того, чтобы глава города и администрация имели возможность уверенно решать вопросы местного значения. В течение года депутаты уделяли особое внимание работе с основным финансовым документом города – городским бюджетом. Совместно с администрацией города принимались меры, направленные на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов, оптимизацию расходов, расширение налогооблагаемой базы, сокращение недоимки по налоговым платежам. После завершения доклада прозвучали вопросы с мест. Один из самых актуальных – о строительстве тоннеля на переезде в Кубрисе. Очень жестко стоял вопрос по строительству тоннеля. Хотелось бы из первых уст услышать, на какой стадии это все находится. Обратил Советского Министерства автомобильных дорог. Пообещали буквально в течение 10 дней уже готовится постановление на подписи губернатора о выделении нам финансовой субсидии в размере 30 миллионов чисто для рабочей документации. Потом мы выставим все на дороге. Подрядчики уже есть. Работы будут вестись по окончанию курортного сезона. То есть вот где-то ноябрь, декабрь, январь, вот эти зимние месяцы. Потом перерыв и на следующий год. Финансирование будет просто делиться на два этапа. Для городской администрации ежегодные отчеты о работе стали не просто необходимостью. Они вызваны потребностью сверить действия власти с мнением населения, обсудить планы на будущее. А для славянцев это еще одна возможность узнать, как развивается наш замечательный город. Мы сегодня видели из отчета, что 273 миллиона денег краевых было привлечено для того, чтобы мы могли построить новые дороги, тротуары, озеленение, построить какие-то парки, как вот северный парк реконструкции. Поэтому это, конечно, большой-большой труд. Самое главное, что есть планы, есть программа и есть каждодневный кропотливый труд. И я так думаю, что если есть еще неравнодушие и любовь к людям, все эти три составляющие, они, конечно, должны привести к успеху и к решению тех проблем, которые сегодня существуют. Надо сказать спасибо нашему руководству, которое вот это все делает для того, чтобы наш город становился еще лучше. И надо со своей стороны и жителям помогать возле своего дома, и тротуарчик сделать, и все, вот как у меня. Возле дома тротуарчик, все, можно пройти, цветы там, все. В городе очень много делается. И что касается благоустройства, строительства дорог, благоустройства и капитального ремонта и так далее. То есть все делается для жителей нашего города. Мы это видим, мы видим эту заботу, мы это чувствуем. Это очень здорово, что вот я как представитель депутатского корпуса хочу сказать, что мы работаем в тесном сотрудничестве с нашей администрацией города и района. Потому что без их поддержки, без них мы не могли бы вообще никак и ничем помочь нашим жителям. Славянцы довольны тем, что их город уверенно развивается и становится все краше. Городу есть чем гордиться. Благодаря экономическому подъему вырос бюджет, что позволяет решать больше проблем волнующих горожан. Живое общение с людьми помогает правильно расставлять приоритеты для работы городской власти. Впереди у города новые свершения. Здесь запланировано много нового и хорошего, чтобы славянцы жили еще лучше. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.